И начинаем расштриховывать эти белильцы. Колоннами вверх поднимаюсь, все меньше нажимая наверху, распределяю. Штрих обладает распределительным свойством. Штрих – это их благородие. Освоить штрих очень важно. А, еще один важный момент я вам сейчас расскажу. Очень важный. Когда речь идет о закатах, всякого рода закатах, восходах, то у нас схема следующая. Допустим, мы набрали голубое небо. Чуть-чуть выверили под длинным горизонтом. Допустим, у нас вот здесь Солнце. Солнце вообще-то белое. За ним желтоватое сияние, розоватое и голубоватое. Когда вы откроете Айбадонского, это очень внятно подано. Но начинаем мы набирать с розового. То есть, сначала, с голубого. Голубой набрали. Потом взяли, разбил розовинки, метнули розовиночку. Причем, везде метнули. И здесь, там, у нас желтинка и белинка, тоже метнули розовый. Причем, вот это вот отношение к свету, оно одинаково уместно и во всех местах, где яркий солнечный свет. И на теле, и еще где-то. То есть, вот это прямо надо запомнить. Но особенно, конечно, в морском реализации. Это вот настолько выражено, что... Раз этот закат отличается от чего? Ну, наверное, закат краснее, румяннее. Вот, потом у нас, после розового, желтоватость. Причем, не значит, что мы должны взять чистый-желтый. Мы вместе с розовым берем. То есть, слегка оранжеватый. И чуть светлее. Уже розовый мы попытались положить чуть светлее. Чем небо. Чем синькое небо. Ну, я сейчас грубенько, как бы, тем более, что каша, слишком большая каша краски. Вот, но вот схема такая. Смотрите, как другие художники подходят ко мне. Потому что иногда, действительно, торчит из воды что-то несуразное. Ну, они, как правило, немножко облагозвучивают то, что торчит из воды. Черепашечка выглядит. Черепашечка. Вот. Ну, камни, вот, допустим, на переднем бы плане. Могли бы быть натоптаны вот по какому-нибудь тоже, какой-нибудь траектории. Или вот здесь вот. Тоже зигзаги, камни. Уместны. А вот так просто взять картинку, сейчас я напишу, море, неуместно. Ну, кроме самых элементарных вещей, которые мы вначале обсудили. Полосочка неба, полосочка моря, песочек. Игорь, а покажи те камешки, как писать в этом холстике внизу, пожалуйста. Как говорят какашечки? На ней. Ты понимаешь, камушки без контекста будут выглядеть какашечками тоже. Просто даже в моих руках они все равно будут выглядеть вот эти. Контекст нужен. Вот здесь контекст есть. Но засорять угол здесь камнями, ну, просто ни к чему. Да нет, только хорошая картинка. Не, не потому что хорошая. Просто здесь этот, наоборот, не нужен. Он мог бы быть, но он здесь не нужен. Здесь вот этого достаточно, и это звучит, и я, чтобы не сбивать с толку. Опять же, вот эти вот камни, вот эти вот камни, которые поддерживают передний план, чаще всего нужны, когда закат, когда пусто на картине, когда кроме этой растяжки, растяжки здесь, солнышко и порог, облаков, больше ничего на картине нет. Как бы, ну, пусто. Тогда появляются камни. Там контекст. Это очень важно тоже, конечно, не перебарщивать в одном случае. Хочу потренироваться камни, поэтому сую их везде. Не, не надо. То есть, тренируемся с камнями, только в конкретных случаях, где это уместно. И тоже ищем аналогии, насколько это уместно для моей, для моего сюжета. Это очень важно для меня. Пока. 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 Пока.